меня зовут алсу и в команде вконтакте я занимаюсь образовательными проектами сразу расскажу что я не в технической команде поэтому все кто хотел услышать про какой-то hard айти хотел сказать можете уйти но уже не можете потому что я буду смотреть вам презерительно вслед вот я работаю только как продакт на разных спецпроектах а так я маркетолог и моя глобальная цель вообще моего существования в компании сделать так чтобы в социальной сети вконтакте было больше образовательного контента чтобы сообщества пользовались образовательными функциями и вот недавно мы анонсировали что у нас запустится собственная образовательная платформа и это тоже будет результатом моих действий чтобы теперь сообщества вузов образовательных проектов и научпоп сообщества могли бы создавать свои собственные курсы на платформе социальной сети вконтакте если говорить глобально о социальных сетях и о том какое место они сейчас занимают в россии в мире то немножко касаясь моей команды у команды вконтакте нет амбиции чтобы захватывать мир чтобы бороться с фейсбуком и так далее есть амбиции чтобы люди которые уже пользуются вконтакте в россии в странах снг делали это как можно чаще и чтобы как можно больше в социальных сетях проводили времени вот хотя и так уже немножко пугают показатели сколько люди проводят времени в социальных сетях хотела еще в начале сказать немножко о компании в принципе моем выступлении не думайте что она рекламная просто я очень люблю команду очень люблю дело которое делаю поэтому буду в основном конечно все примеры рассказывать на примере социальной сети вконтакте но на самом деле то что буду рассказать это применимо для любой социальной сети вне зависимости от того какую вы выберете может быть у вас в дальнейшем будет какой-то технический блок на ю тубе или может быть вы ведете какой-то познавательный канал в телеграме все равно платформы существуют по своим особым законам по принципам я вам про них расскажу и расскажу как стать известным в этом большом цифровом мире многие удивляются особенно когда мы приходим в вузы к студентам технических специальностей рассказываем им о нашей команде что у нас очень небольшая компания как вы знаете компания вконтакте как отдельная компания входит в холдинг в группу компании mail.ru group вот но мы довольно таки отдельно и все существуем и все процессы у нас внутри построены вне зависимости от корпорации как мы любим говорить не на камеру что мы не корпорация на команда у нас очень мало людей у нас порядка 300 человек работает в команде из них всего 140 разработчиков по разным направлениям это начиная от ребят которые занимаются базами данным базами данных движками поиском и так далее и заканчивая ребятами которые занимаются умные ленты рекомендациями и прикладными исследованиями в которые помогают лучше распознавать там голосовые сообщения которые в будущем помогут нам внедрить технологии дополненной реальности и так далее вот поэтому наша команда очень небольшая и мы с вами живем все в цифровом мире я люблю об этом рассказывать студентам медийных специальностей что мир становится с каждым днем все более цифровым когда я сама училась в университете на первом высшем образовании я поступил туда в 2006 году и в 2006 году появилась социальная сеть вконтакте конечно я училась на гуманитарной специальности это реклама и связи с общественностью и по сути нас должны были уже с появлением социальных сетей учить в них работать рассматривать их как инструмент коммуникации так далее но естественно мир менялся никто не воспринимал что социальные сети там где ребята разговаривают со своими одноклассниками одногруппниками когда-то станут большими медийными платформами и поглотят в себя все остальные медиа поэтому нас не учили работать в социальных сетях и через пять лет я вышла специалистом который существует в неизвестном мне мире уже вся реклама запускалась в социальных сетях все делалось в интернете все делалось так чему меня не учили и наверное это очень классическая ситуация для многих студентов что то чему вы учитесь сейчас может быть через 4-6 лет уже не применимо в реальной жизни сначала написала что мир становится цифровым потом написала что мир уже цифровой потом подумала что мир постоянно меняется написала что мир становится все более цифровым и вы должны отслеживать тренды которые есть в этом цифровом мире и постоянно учиться самостоятельно здесь как раз пример от того как развивалась наша социальная сеть год от года и сейчас в ней 97 миллионов человек собственно говоря такие вот взрывные скачки развития мы можем последить на абсолютно разных новых айти продуктов которые появляются в информационном пространстве например сейчас очень быстро растет тик ток вы есть в тик токе кто-нибудь у вас нет в тик токе срочно почекайте тик ток мне кажется что точнее нам всем в компании кто занимается медиа кажется что за такими форматами будущее но точнее уже настоящее потому что школьники 7 8 9 классов сидят в тик токе а значит это люди которые потом вырастут и будут вырастут и будут продолжать в нем сидеть потому что как показывает наша статистика сейчас ядро вконтакте это 25 35 лет это люди которые когда-то в школе или вузе зарегистрировали социальной сети и продолжают в ней сидеть и растут вместе с вот мы переживаем что социальные сети немножко стареют по возрасту и непонятно где находятся нынешние школьники и где потом будет вся клевая креативная целевая аудитория сейчас она в тик токе а кто из вас здесь учится на маркетинге на медийных направлениях понятно да понятно тогда буду рассказывать больше для больше общих вводных я буду много говорить про то как изменились меди и как изменились медиа форматы поэтому не обижайтесь на меня у меня была про это заявлена тема надеюсь вам это будет интересно в том числе и с точки развить с точки зрения развития там вашего будущего возможно личного бренда или ваших сообществ блогов и так далее сейчас происходит очередная эпоха смены цифровой парадигмы мы с вами в нее живем в эту эпоху лет пять назад об этом начали говорить что скоро университеты станут цифровыми мы с вами все уйдем в виртуальную реальность мы все еще с вами находимся в реальной реальности я надеюсь и и в ближайшее время какие-то смешанные форматы будут становиться все более популярными поэтому это называется смена цифровой парадигмы трансформируются форматы которые существуют в современном мире вы наверное сейчас замечаете ну грубо говоря вы наверное видели что тренды которые были когда-то в вашем детстве они потом в вашем более юной юности стали пропадать а теперь опять появляются например сейчас идет тренд на то чтобы все было в одном месте поэтому социальные сети настолько популярны потому что социальные сети втягивают в себя все форматы медийные которые сейчас есть в этом мире говорят что следующий тренд это наоборот чтобы все опять разделялась на отдельные составляющие посмотрим насколько он этот тренд подтвердится но сейчас идет трансформация форматов и это как само собой разумеющийся факт еще один тренд это уменьшение срока жизни контента как вы знаете если вы не поделились очередным мемом со своим другом в течение пары дней или не посмотрели новую серию сериала в течение тоже пары дней то вы потом уже поймаете спойлеры вас назовут слоупоком и так далее то есть контент живет реально очень короткое количество времени и это касается не только какого-то креативного контента но и в первую очередь конечно же новостного все новостные системы работают мгновенно поэтому так популярны как раз таки опять социальные сети потому что они позволяют в коротких форматах очень быстро доносить обновленную информацию облачность мир платформ унификация это все что касается теми тех инструментов которыми вы пользуетесь вы проявляете лояльность кто или иной платформе вы на ней продвигаетесь вы можете там не только потреблять информацию но и производить информацию и наверное вы замечаете это по своей учебе что сейчас вы все материалы храните в облаке обмениваетесь друг с другом документами в совместном редактировании и это будет продолжать развиваться в том числе и в режиме реального времени я очень верю в то что когда-то появится инструмента дополненной реальности которые будут позволять нам все собирать в какое-то единое наше смысловое облако вот каждый из нас потребляет я просто не вижу потребляет порядка 34 гигабайт медийного контента в день это измерялось на контрольной группе измерялось сколько вы роликов гифок смотрите сколько современный пользователь читает любой медийной информации начиная от электронных книг и заканчивая пабликами в социальных сетях представляете насколько не знаю можно сравнить оперативной памятью любого современного компьютера и все вот это вот крутится в оперативной вашей памяти в мозгу ежедневно что-то потом что-то потом оседает в долгосрочное какое-то ваше облачное хранилище а что-то реально засоряет ваше информационное пространство пользователь меняется и как я уже сказала в контакте сейчас порядка 97 миллионов активных пользователей заходит в социальную сеть ежемесячно это именно показатель ежемесячный это пользователи которые что-то активное делают социальной сети обмениваются сообщениями что-то постят записывают голосовые сообщения извините очень много про голосовые сообщения просто мы сами не понимаем хороший это тренд или нет что люди стали записывать очень много голосовых сообщений с одной стороны это немножко неэтично а с другой стороны это как раз таки еще больше ускоряет скорость движения информации в нашем мире пользователи в день это показатель нашей социальной сети все эти пользователи делают порядка 20 миллионов публикаций на своих личных стенах и в сообществах просматривать 9 миллиардов записей то есть пользователи реально читают ленты в социальных сетях и ставят порядка одного миллиарда сообщений нравится одно время почему-то шел спад отклика комментариев лайков репостов и так далее в социальных сетях люди закрывались но потом стали опять лайкать и репостить все подряд добавлять себе в закладки и так далее обмениваются активно сообщениями очень активно смотрят видеозаписи и комментируют я не знаю буду сегодня немножко наверное капитаном очевидность но сейчас в социальных сетях и в принципе в интернете победил пока что видео контент и видео это контент который пользуется наибольшей популярностью больше всего просматриваемости больше всего людей возвращаются к видео контенту поэтому так популярны влоги видеокурсы и тик ток собственно говорю потому что это все что завязано на видео контенте я не знаю часто ли вас обзывают миллион миллионами и поколением z это люди которые родились в двухтысячных годах то есть современные первокурсники второкурсники школьники и пока это поколению z к поколению миллион миллиона миллионов также относится поколение y мое поколение это люди которые родились в 90-х годах и около 60 процентов аудитории цифровых медиа медиа который сейчас есть в интернет-пространстве это миллион миллениалы поэтому у них есть некоторые особенности потребления информации некоторые проблемы с вниманием и собственно говоря именно на эту целевую аудиторию молодых людей от примерно 19 до 38 лет ориентируются все основные медиа которые сейчас существуют в россии мире и так далее вы наверное тоже замечаете что площадки которыми вы пользуетесь ежедневно наверное это надеюсь что это вконтакте facebook twitter instagram telegram и так далее меняются они постоянно добавляют какие-то новые функции наверное вы замечаете что разные площадки что-то заимствует друг у друга например у вконтакте раньше не было историй которые они позаимствовали у инстаграма который до этого позаимствовал их у снэпчата в инстаграме появляются какие-то коммерческие функции типа покупки товаров и так далее в фейсбуке появляются прямые трансляции и площадки постепенно движутся к тому чтобы выбирать в себя все больше функций чтобы пользователей пользователь вообще из нее не выходил это происходит потому что меняется скорость нашей жизни и меняется наша лояльность то есть в этом быстром мире мы предпочитаем выбирать один определенный вид транспорта одну определенную социальную сеть там одно определенное такси одну определенную доставку еды вот и мы очень много времени проводим в сетях нам нравится что например netflix подбирает нам предложение и сериалы под именно наши конкретные интересы нам нравится что например в тиндере можно найти человека который с которым у тебя заведомо как-то совпадают взгляды на жизнь на место проживания и так далее то есть это все ускоряет нас и поэтому мы уже не можем прожить без наших помощников в виде мобильных приложений время становится нашим главным ресурсом мы стараемся его расходовать наиболее эффективно поэтому чаще всего мы поглощаем что-то в наших смартфонах с космической скоростью мы там общаемся мы там учимся мы там что-то читаем мы там звоним своим родителям и так далее это сколько времени мы проводим в социальных сетях когда просматриваем какой-то контент и когда общаемся это дней в месяц каждый человек примерно столько столько дней в месяц заходит в социальную сеть чтобы провести там какое-то количество времени это усредненный показатель вся россия от 12 до 65 кажется лет то есть это усредненный показатель и мы понимаем что например если мы заходим в социальную сеть каждый день то люди в возрасте там 60 плюс тоже заходят в социальные сети они делают это реже но тоже делают хотя последние показатели демонстрирует нам что миф что люди в возрасте например 45 50 плюс меньше чем мы сидим в смартфонах оказывается это поколение тоже активный пользователь интернета у них уже появляется довольно таки много свободного времени они общаются друг с другом вот они просто обитает немножко на других платформах любим шутить конечно в этом моменте про одноклассники и про ватсап но это правда если говорить про медиа то медиа существует разных типов существуют периодические издания печатные радио телевидение и собственно говоря интернет-медиа которые появились в эпоху интернета именно как цифровые платформы и так и продолжают развиваться раньше собственно говоря новости которые выходили в цифровой печати были ой в периодической печати были единственным источником получения новостей и я не знаю помните ли вы что наши родители ну мои родители по крайней мере постоянно покупали ежедневную газету и она постоянно валялась где-то на диване и постоянно читали поэтому приходилось хранить подшивки какие-то материалы наиболее интересные вырезать как страшно об этом говорить и так далее но это было очень осознанное потребление ты знал что именно ты хочешь получить покупая то или иное издание собственно говоря радио и до сих пор говорят что с появлением интернета радио и телевидение умерло это не так просто этим источником информации чуть меньше сейчас доверия и они тоже переходят в цифровой формат но радио а теперь как ответвление от радио подкасты тоже пользуются популярностью раньше они были оперативнее чем печать массовые и мы тоже были более лояльны каким-то конкретным радиостанциям вот теперь все переходит в цифровой формат и опять же подстраивается под нас телевидение раньше собирала вокруг себя всю семью это был такой традиционный формат проведения вечеров была программа телепередач все от нее зависели и поэтому телевидение было таким условно говоря будьте здоровы каналом через которое могла транслироваться официальная позиция через которую могла продвигаться официальная точка зрения которая есть даже допустим в стране и все люди за отсутствием альтернативных точек зрения верили телевизору потому что не было больше никакой информации которая преподносилась также ярко теперь есть цифровое телевидение во-первых для староверов а для всех остальных есть также социальные сети где мы постоянно можем получать информацию в видео формате здесь также есть пару слов о глянце потому что глянец это то что живет очень хорошо по сей день и вообще все что касается публичной жизни звезд моды каких-то товаров покупок и так далее очень пользуется большой популярностью как раньше в глянце так и сейчас например в инстаграме и там до сих пор есть свои суперзвезды своя какая-то закрытая модная тусовка только все это перекочевала немножко больше в цифровой формат немножко о том как раньше было в интернете раньше в интернете было много непроверенной информации было сразу видно кто написал эту информацию какое-то официальное сми или пользователь субъективной точки зрения поэтому была некая доля анонимности все общались в форумах на форумах в чатах обсуждали новости и так далее и да тут очень смешная шутка про то что раньше интернет был по карточкам наверное вы не застали эту эпоху когда модем присоединялся к телефонной сети и твоя мама не могла позвонить своей подруге пока ты сидишь в интернете в каком-то чате и интернет реально был по карточкам он был исчерпаемый то есть он действительно заканчивался теперь это сложно представить сейчас у нас есть новые форматы новые способы продвижения контента новые формы чтобы таргетировать информацию на каких-то конкретных людей и собственно говоря появляются новые игроки в информационном поле те игроки которыми собственно говоря можете стать и вы человек который что-то активно постит в социальных сетях заводит свой паблик или просто активно ведет свой личный аккаунт используя разные форматы которые есть сейчас на просторах социальных сетей или просто в интернете как отдельные сервисы может стать полноценным медиа расскажу немножко про форматы которые пользуются в последнее время особой популярностью больше всего времени в социальных сетях сейчас человек как ни странно проводит в умной ленте и в ленте историй это в меньшей степени касается нашей социальной сети потому что все шутят что историю вконтакте никто не смотрят и никто туда не постит их смотрят и туда постят сами сотрудники вконтакте поэтому я активно смотрю истории которые у нас есть stories конечно же в инстаграме это тот формат который пользуется популярностью даже больше чем основная лента инстаграма сейчас мне кажется это интересный факт люди реально слушают подкасты когда у нас появилась платформа подкастов вконтакте сначала ее запилил всего один разработчик который любил радио он учился в петербургском политехе и активно слушал подкасты на других платформах на саундклауде на пловской платформе он запилил подкасты который развернул нас вконтакте и мы не думали что они будут пользоваться такой популярностью сейчас подкасты занимают очень большое время не буду говорить сколько в минутах чтобы вас не обмануть по прослушиванием на среднего пользователя и когда ты понимаешь что появилась какая-то новая фича в твоей любимой социальной сети ты невольно начинаешь ею пользоваться а потом почему-то тебя это затягивает поэтому если вы кстати в подкастах самой большой популярностью пользуются познавательные просветительские научно-популярные подкасты поэтому если вы думали когда-то завести какой-то свой блог научно-популярный о каких-то технических новинках и так далее но у вас нет возможности например снимать видеоблог то попробуйте подкасты потому что подкасты сейчас пушатся самой самим платформами и активно внедряются в то чтобы пользователей их юзали прямые трансляции прямые трансляции собственно говоря как отголосок популярности видеоконтента очень популярны они создают эффект присутствия мы пробовали кстати и с метом проводить прямые трансляции и с другими московскими вузами транслировали лекции топовых преподавателей там были самые разные темы начи начиная от материаловедения и теоретической физики и заканчивая антропологией и какими-то такими хотел сказать более интересными темами на что может быть интереснее чем теоретическая физика как ни странно люди смотрят эти трансляции ребята которые находят который живут в регионах и не имеют доступ например к вашим клевым профессорам физикам смотрят прямые трансляции у них так создается эффект присутствия и они получают какую-то информацию которую которую не могут получить также активно трансляции смотрят абитуриенты которые мечтают поступить в какой-то конкретный вуз здесь еще несколько форматов которые есть в социальных сетях но которыми почему-то мало кто пользуется это постеры их можно делать брендированными и плейлисты вы можете создавать свои собственные плейлисты это в частности на нашей платформе и таким образом как-то разнообразить контент который есть у вас в паблике это прикольно особенно если у вас есть какой-то вы пишете какие-то длинные лонгриды образовательные который человек может читать было бы здорово если бы вы подбирали плейлисты под который под который можно было бы прочитать этот длинный лонгрид сейчас конечно в социальных сетях в основном люди пользуются лентами рекомендации алгоритмическими лентами в некоторых социальных сетях есть возможность выбрать хронологическую алгоритмическую ленту но люди уже активно выбирают то что им нужно и это дает возможность настраивать таргетированную рекламу делать контент более персональным и и активнее работать с рекомендательными системами не буду вам рассказывать про виды таргетинга я вам скину эту презентацию и если у кого-то уже есть сообщество или кто-то продвигает свой личный блог готова с вами более конкретно пообщаться на эту тему вот кстати про умную ленту которая действует в большинстве социальных сетей раньше лента выходила ваша лента в лента новостей выходила в хронологическом порядке и листая ее вы могли находить ту информацию которая вам неинтересно которая перемежается с той информацией которая вам интересно если вам какая-то информация интересна вы соответственно ее лайкаете комментируете добавляете закладки или делитесь со временем умная лента научилась вычленять эту нехитрую логику и теперь выстраивает вам ленту вашу в социальных сетях таким образом что вы в большей степени видите ту информацию которая вам интересна это повышает время которое вы проводите в социальных сетях потому что вам постоянно кажется что в вашей ленте вам выдается что-то интересное таким образом и интересного контента появляется тоже больше как действует умная лента алгоритмы умной ленты действует довольно таки просто каждый пост он расчленяет на части вычленяет текст картинку и какие-то мультимедийные файлы которые еще к ним предложены музыка видео опросы лонгриды все что угодно и каждая из этих частей она она ранжирует с тем насколько вам в принципе интересен этот тип контента если до этого вы очень много слушали музыку лайкали какие-то видеозаписи заходили в раздел музыки и так далее то вам будет больше показаться постов который содержит музыку если вы до этого читали какие-то длинные лонгриды то вам дальше будут показываться посты которые по тематике или по величине контента совпадают с тем что вы делали если вы в данный момент сидите с мобильного устройства то вам скорее всего будет показываться меньше видео контента и меньше в принципе тяжелого мультимедийного контента который тяжело загрузить с мобильного интернета то есть лента постоянно подстраивается под вас сидите ли вы с мобильного устройства с компьютера в каком регионе вы находитесь в данный момент и так далее у вас разных устройств с разных устройств из разного места не будет 2 1 одинаковых лент никогда тут тоже немножко про рекомендательные системы просто про то как это выглядит в разных лентах социальных сетей рекомендации выглядят по-разному у нас часто рекомендации подмешиваются в основную вашу ленту в инстаграме это вынесено в отдельный блок и в нашем новом мобильном приложении которая с редизайном вышла у нас тоже теперь все что интересно и все что вам может быть потенциально интересно вынесено в отдельный блок еще немного о том что все контент-мейкеры которые существуют на платформе борются за внимание пользователей вне зависимости от того кто это это может быть крупная медиа может быть какое-то крупное сообщество бренд авторы которые выкладывают свою музыку и свое творчество и собственно говоря вы сами которые тоже производите какой-то интересный контент который воспринимается наряду с этими пользователями сейчас социальных сетях есть сообщества которые появились непосредственно в этих социальных сетях и так сложилось что в нашей социальной сети это в основном развлекательный контент сообщества с развлекательным контент контентом бренды сейчас тоже активно ведут свои сообщества в том числе например бренды этот не знаю не только adidas coca-cola и так далее но это и университет как бренд потому что университеты тоже активно в последнее время продвигает свои сообщества и продвигают себя как образовательные бренды авторы авторы это люди которые производят уникальный авторский контент и мы называем авторами тех людей которые у нас на платформе получают огонек прометея и которые продвигаются благодаря алгоритм самой платформы это я вам не буду рассказывать потому что у меня уже осталось мало времени я вам расскажу немножко кейсов про то собственно говоря как стать известным на платформе социальных сетей пожалуй один из самых наших любимых кейсов это певица монеточка которая стала известна именно благодаря социальной сети вконтакте лиза выкладывала просто начала с того что завела свое сообщество и выкладывала видео про то как она поет при но на первых прекрасный автор у нее очень злободневные тексты она выкладывала видео как она просто играет на синтезаторе и поет свои песни со временем у нее набралось большое количество подписчиков люди активно делились некоторые медиа репостили ее песни потому что у нее были именно песни на какие-то злободневные темы и сейчас монеточка продолжает выкладывать на эксклюзиве на платформе социальной сети свои песни у нее до сих пор нет лейбла она продвигается только благодаря социальным сетям и по-прежнему прослушивание которое есть у лизы намного выше чем у артистов у которых есть лейблы альбомы и продакшен и так далее одно из самых известных медиа которые есть на платформе вконтакте линтач как ни странно тоже медиа который писал на злободневные темы еще фишка линтача стала то что они наняли несколько клевых иллюстраторов которые делали им картинки picture как отдельный просто вид искусства благодаря картинкам и хлестким текстом линтач но сейчас на платформе самая популярная новостная медиа которая именно появилась в контакте и развивается в контакте собственно говоря по этому же пути пошел и образовать это разные медиа но они очень тесно общаются друг с другом у них один и тот же пул пикчеров собственно говоря образовать используют ту же формулу успеха короткие интересные сообщения которые ведут на уже длинные исследовательские или образовательные материалы но в первую очередь привлекает картинка и какой-то классный текст который всегда очень важен в социальных сетях еще один пример это дюран дюран художник и уже в который раз я говорю что художник который обычно рисует на злободневные темы его картинки часто касаются социальной политической ситуации каким-то новостям которые происходят в стране и в мире тут как раз на примере когда мы упали 14 февраля он написал что любить это значит быть уязвимым и что века любит тебя пожалуй это самый популярный пост про нашу социальную сеть в нашей же социальной сети и страдающее средневековье это один из моих самых любимых примеров про то как группа студентов в данном случае историков создала паблик они заметили что они изучали период средневековья и заметили что картинки которые есть в учебниках собственно говоря на самих произведениях на там различных сосудах вазах и так далее очень иногда напоминают нашу жизнь они начинали стали добавлять к реальным средневековым произведениям просто прикольные современные подписи и сейчас страда у страдающего среднеку средневековья даже вышла целая книга где они рассказывают про искусство средневековье с помощью мемов и переноса на наше время некоторых историй в социальных сетях не только в нашей в принципе во всех социальных сетях сейчас есть не только возможность что-то постить от лица пользователей от лица сообщества в социальных сетях есть целая экосистема для авторов которые хотят там развиваться есть возможность постить в разных форматах есть возможность продвигаться есть возможность использовать возможности платформы попадать в рекомендации выигрывать гранты и становиться известными благодаря использованию различных форматов и самое главное конечно найти свою нишу найти свою тему и найти фишку который у тебя будет часто спрашивают как получить огонек прометея чтобы получить огонек прометея на нашей платформе нужно сейчас использовать по максимуму все разные форматы которые есть на платформе то есть не только постинг но и видео постеры подкасты и плейлисты лонгриды все что все что есть все использовать и немножко рецептов успеха если вы решите завести свой паблик или продвигаете себя как личную страницу вне зависимости от того в контакте вы делаете это или на другой социальной сети самое главное что ценится в этом мире который как вы уже поняли перенасыщенный информацией где очень много кто постоянно что-то друг у друга взаимствует заимствует это оригинальный контент поэтому если вы что-то репостите или рерайтить наверное вы даже сами видите что это пользуется на имеет меньшей популярностью чем ваша какая-то личная информация даже возможно не знаю о ваших путешествиях о ваших каких-то личных наблюдениях ваши отзывы о фильмах и так далее когда вы приходите на какую-то платформу на любую платформу думайте как платформа вы должны понимать какие форматы сейчас на платформе есть какие из них пользуются наибольшей популярностью что заходит той аудитории для которой вы пишете снимаете делаете музыку и так далее поэтому анализируйте платформу прежде чем начать на ней что-то делать и тратить на это время используйте нативные форматы которые предлагают платформа очень странно всегда смотрится когда например в контакте встраивают ютубовский плеер или в фейсбуке встраивают виджет мероприятия в контакте если человек находится на какой-то платформе он хочет быть на этой платформе и переходите в ней внутри нее очень активно не хочет куда-то уходить этим часто грешат большие медиа когда они пишут какой-то маленький лид под под заголовком ну грубо говоря короткий текст и потом переводят на сайт такие посты пользуются очень низкой популярностью потому что люди не хотят никуда уходить с той платформы которую они выбрали и которую на данный момент читают регулярность часто к нам приходят блогеры и говорят что вот в прошлом году они запостили видео но пользовалась большой популярностью а в этом году они запостили второе видео и она пользуется уже не такой большой популярностью конечно мы им говорим что постить видео раз в год это не очень хорошая регулярность для социальной сети и в принципе для мира который в котором контент живет очень недолго поэтому если вы будете постить то выберите для себя какую-то какую-то периодичность которая не вас вас не будет напрягать и которая будет понятно вашим подписчикам они будут ждать выхода новых материалов и знать примерно когда какие рубрики и когда у вас выходит какой-то конкретный материал ну и конечно вне зависимости того ведете вы свою личную страницу или делаете публичную страницу ведете instagram аккаунт и так далее создавайте сообщество это не как формат сообщества те люди которые есть у вас ваши подписчики они есть ваше сообщество общайтесь с ними отвечайте им на вопросы отвечайте на комментарии смотрите чем они интересуются возможно подписывайтесь на них в ответ если вам интересно и так далее если вы уже какой-то известный блогер или станете известны блогерам также выходите в оффлайн участвуйте фестивалях проводите встречи со своими подписчиками то есть пусть вокруг вас постоянно будут люди у меня такой такая цитата монеточки я ее решила поместить потому что часто преподаватели особенно если там вас есть философия или история говорят что мы живем в постиндустриальном мире в котором все смешано все форматы перемешались и уже непонятно где есть правда а где есть творческий вымысел так вот мы уже с вами живем в мета индустриальном мире в котором самой главной чертой мета индустриального мира является информационная открытость и так называемая новая искренность потому что мы все с вами в социальных сетях как на ладони уже можно почитать откуда мы какую музыку мы слушаем о чем мы думаем кто наши родственники кто наши друзья вообще всю информацию о нас можно найти в этом цифровом мире поэтому уже не нужно ничего скрывать и не нужно бояться быть самим и самый главный совет который мы даем людям которые хотят стать известным в цифровом мире это чтобы вы были искренними публиковали и постили то что вам наиболее близко тогда вокруг себя вы как раз можете создать сообщество людей которые интересуются тем же что и вы вот будьте искренними это если что мой аккаунт вконтакте если вдруг вы решите стать блогером или у вас есть свое медиа или она куда-то появится или вы хотите создать свой образовательный курс вы можете написать мне я вам отвечу и вы можете задавать мне вопрос да понятно слушай на самом деле хороший вопрос я как раз координирование координирование координировал несколько сообщества пиксель батли которые были и нам всякие боты и ребята которые автоматически настроили борьбу в пиксель батли попортили итоговую картинку мы это все откатили назад в следующем году будем автоматически и вручную отслеживать ботов пока ничего не не можем с этим делать только ловить их и откатывать назад в режиме реального времени не можем отслеживать до а 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 наверное не не правильно с моей стороны точнее правильно было бы с моей стороны ответить что конечно нужно делать все вконтакте потому что там больше возможности для того чтобы постить какую-то дополнительную информацию уведомлять подписчиков о новых выпусках и так далее но мне кажется что если у вас есть видео проект с большим потенциалом то стоит разделить платформы на ю тубе постить именно видео а вконтакте тоже заливать видео в нативный плеер и делить аудиторию потому что все таки аудитория которая постоянно смотрит видео на ю тубе и которая вконтакте читает ленту она различается по гео по возрасту и по другим социальным характеристикам а аудитория реально делится в социальных сетях и не будет такого что у вас будет присыщена аудитория поэтому лучше делите самое главное заливайте все в нативный плеер то есть в ю тубе в ю тубовский плеер но там другой нет возможности а вконтакте не просто встраивайтесь ю туба а заливать именно в вк-шный плеер тогда видео будет отдельно забираться на видео витрину и попадать в видео рекомендации попадать в видеорекомендации тем пользователям которым она будет потенциально интересно поэтому совет делить еще что-нибудь блин только хотела пошутить и и сдержалась что никто про бесплатную музыку не спросил нет планируется со временем вообще от этого формата отказаться сейчас все таки все сервисы идут к легализации контента и мы пожалуй остались единственным сервисом у которого есть особые договоренности с лейблами и с мейджорами что их музыка может до определенного момента прослушиваться бесплатно но из-за этого у нас очень жесткие условия по которым мы работаем с музыкой и вас тут мало и это инсайдерской информации что сейчас музыкальный сервис не является для нас прибыльным как раз потому что у нас есть вот это вот время прослушивания бесплатной музыки поэтому мы на особых условиях работаем с компаниями правообладателями поэтому в дальнейшем мы будем от этого отказываться как только все люди привыкнут к тому что музыка это платный контент в этом жестоком мире вот мы тоже хотим играть честно по тем правилам которые есть на рынке и особенно по тем правилам которые будут честными по отношению к музыкантам и к прочим правообладателям поэтому будет все меньше нелегального контента вконтакте у меня есть подписка для сотрудников да кстати говоря скоро мы запускаем запустим студенческую подписку и она будет тоже с 50 процентной скидкой так же как и для сотрудников да я тоже очень рада что она появится это правильно да извините не услышал чем да на самом деле мы это ограничение в скором времени уберем как только будет новая версия для десктопа вот потому что у нас есть тоже у самих внутри очень большой спрос чтобы так было опять не услышала извините пожалуйста полы хороший вопрос не знаю исчез да сейчас вам не подскажу не знаю если честно знаю что в сообществах исчез этот поиск но при нажатии на количество записей он открывается и можно смотреть по страничной и искать по дате вот возможно наличные страницы можно делать также но я не уверена да потому что она пока не не официально выкатилась она потом в следующем обновлении через две недели будет автоматически обновляться из appstore а пока нужно просто обновить приложение и по qr-коду активировать себе новую тему мы просто разделили пользователей на тех кому принудительно выкатилась это приложение на тех кто может активировать и дать обратную связь и на тех кто пока никак не может активировать даже по qr-коду и тестим смотрим как лучше заходит а а а а а ну да это такая партизанская акция на самом деле мы ее запустили как нам показалось очень тихо ну то есть мы не давали никаких релизов никаких не сеяли постов в крупных сообществах мы просто сделали qr в москве и санкт-петербурге на нескольких билбордах вот но это как-то очень шумно разошлось вот да это прикольно и на самом деле получается что чтобы установить себе эту новую тему нужно немножко подзапариться то есть ты уже автоматически переходишь в разряд более заинтересованных пользователей то есть скорее всего ты много времени проходишь и ты будешь очень хорошей тестовой выборкой чтобы посмотреть как ты пользуешься этой новой темы все короче через две недели а до например на самом деле у нас же api и в к ю и они частично открыты частично доступны по запросу к нашим разработчикам поэтому в принципе любой разработчик мобильного приложения сайта и так далее может настроить авторизацию через вконтакте мы это никак не отслеживаем главное чтобы они не использовали контент который есть на платформе то есть грубо говоря не парсили наши лицензионные треки и не выдавали их бесплатно вот на это стоит защита а чтобы авторизоваться через века на стороне на стороннем сервисе для этого нет никаких ограничений в этом плане мы правда очень открыты и у нас же есть своя собственно собственная платформа для создания приложений внутри вконтакте vk mini apps где любой человек может создать на основе существующей там базы данных другого мобильного приложения или сайта свое приложение внутри вконтакте и это тоже все очень открыто и можно использовать любые данные поэтому в этом плане все довольно таки свободно буду рада если поделитесь до нас да просто все что до касается музыки у нас довольно таки жестко отслеживается поэтому если что-то такое есть хотя почему вы со мной должны этим поделиться если вы слушаете бесплатно музыку да все хорошо тоже хороший выбор да нахват да на самом деле у нас есть промете это искусственный интеллект огонек который появляется либо у сообществ либо у авторов которые активно ведут свою страницу либо у отдельных постов которые почему-то вдруг прометей посчитал интересным кстати сообществами это по моему раза три речь два два раза получала прометей вот и из вузов у нас кажется и тмо только два раза получала прометей больше такого не было такой не было истории да это это очень клево у вас хорошее сообщество что делает прометей он изучает аудиторию которая сидит в вашем сообществе тоже раскладывает ее по разным принципам по гео по интересам по возрасту по полу по другим социально-демографическим характеристикам подбирает очень большую аудиторию лук и лайк по охвату и адски пушит все посты которые выходят в течение времени которое действует прометей на всю эту аудиторию то есть если вы публикуете какой-то научпоп контент то его увидят все люди которые на платформе примерно похожи на вашу целевую аудиторию то есть там если у поста до этого было по две три тысячи охвата то будет по 200 300 тысяч охвата это хороший способ найти свою аудиторию набрать свою аудиторию прокачать свое сообщество и так далее как работает прометей мы не знаем все а до в каком плане да я понимаю чем ты говоришь на самом деле мы сейчас наоборот вводим функции которые позволяют быть более закрытым в социальных сетях до этого у нас было например меньше функции у закрытых сообществ нельзя было полностью закрыть свой аккаунт и так далее сейчас у нас прошлого года у каждого пользователя есть возможность полностью закрыть свой аккаунт вот и будет больше настроек чтобы закрывать какие-то конкретные части в аккаунтах и в сообществах потому что сейчас мы видим тренд на то что люди хотят быть в этом огромном открытом информационном мире хотят быть более закрытыми если это в дальнейшем изменится то будем опять всех открывать ну мы очень гибкие в этом плане в прошлом году когда была история с вот этим вот свободным российским интернетом с тем что мы должны предоставлять доступ к данным пользователям и так далее с блокировкой телеграма мы поддержали вот это вот движение тренд на закрытость и разрешили нашим пользователям закрывать свои сообщества чтобы они могли не делиться теми данными которые у них есть вот если у вас будут какие-то частные вопросы про вк про продвижение или про конкретно про образовательные проекты которыми я занимаюсь в контакте вот пишите мне в личку буду рада пообщаться けど вот вот просто присоединяйтесь upgrades Dan граб clicking к п кто You В án